Американцы имели огромное влияние на отечественный автопром. Они создавали что-то монументальное, что нравилось многим. А потом многие начинали фантазировать на эту тему, создавая что-то свое. Именно таким автомобилем был Паккард 110. На рубеже 20 века в новом свете было много производителей. Но среди роскошных автомобилей моду диктовали только три компании. Была даже такая поговорка. 3П – лучшие производители Америки. Имеется в виду Паккард, Пирс Ару и Перлен. Вы спросите, а как же линкольные Кадиллаки? Их тогда даже не рассматривали как производителей роскоши. Паккард 1Тин выпускался в семи кузовах. Пять роскошных, два своеобразных. В нашем случае – купе. Хотя при таких размерах это купе смотрится более чем странно. К названию автомобиля приписали еще одно слово «спешл». Хотя по мне это имя Ярослав, написанное китайцами. Основа автомобиля, естественно, рама, которая покоится на рессорах. Конструкция кузова ничего оригинального не представляет. Но вот дизайн – это классика. Машина создана на пике перехода от эпохи крылатых кораблей к понтонным монстрам, напоминающим больше гигантские прямоугольники. Узкий капот, широкие крылья и монументальные подножки. Все это родное для сердца американца. Но вот плавные линии, скругленные переходы, которые начинаются на носу автомобиля и заканчиваются на корме – это уже новейшая история. Хотя в то же время хрома тут море. Он изящен, но не везде. Не спорю, что красиво, но… Так, давайте сначала по традиции под капот, а потом будем изучать дальше автомобиль. Тут ничего особенного. Рядная 4-х литровая шестерка мощностью 100 лошадиных сил при 3200 оборотах в минуту. Американская классика, как и у всех, если бы это был не пакар. Так как, по мнению специалистов, мотор был лучшим среди одноклассников-конкурентов. Багажник. Литраж не скажу, но по виду очень вместительный. Правда, загружать не очень удобно. В нем по традиции расположена запаска и прочий необходимый скарб автолюбителя первой половины 20 века. Так как это купе, то дверей, естественно, две. Они широкие и тяжелые. Вы просите рассмотреть салон. Валяйте. Итак, что мы имеем? Комплектация, нельзя сказать, что очень богатая. Часы. Воздухозаборник. Клавиши стартера. Ближний свет, дальний свет и ручник. Вот и все. Еще одно. В салоне два ряда сидений. Второй ряд, конечно, для настоящих карликов или кота, но это нам дает полезную информацию для полной идентификации автомобиля. Паккарт. 1941 года выпуска. Два ряда сидений. Значит, полное название модели Паккарт Вантин Спешл Комплект. Дело в том, что параллельно могли выпускаться похожие автомобили, но с небольшими изменениями, и они сразу же назывались по-другому. Но это лирика. А вот, правда, жизнь не начинается, когда мотор оживает. Понимание качества автомобиля приходит с каждым пройденным километром. Паккарт раскрывается перед тобой, как цветок перед лучами солнца. Нехватка места за рулем компенсируется мягким диваном и хорошей управляемостью. Усилителя руля нет. Это и не важно. Управлять автомобилем можно одной рукой. На что посетовать? На обзорность. Она плохая. Стекла узкие, капот длинный. Зато есть ощущение защищенности на 100%. Едешь как в доме. Причем дом в буквальном смысле. Схожесть оформления салона с нашими послевоенными машинами налицо. Хотя, если присмотреться, это только схожесть. Повадки автомобиля очень аристократичны. Вальяжность в каждом движении. В поворотах он кренится немного. Так, чтобы ты лишний раз убедился, что автомобиль крут. Когда-то Паккорды считались самыми скоростными автомобилями Америки. Но это какую же надо смелость иметь, чтобы разогнать эту тушу хотя бы до сотни. Чем больше скорость, тем меньше шансов, что барабанные тормоза смогут остановить автомобиль. Поэтому скорость, как в учебке. Лицо понадменнее и вперед, и только вперед. Назвать данный Паккорд редким нельзя. Их осталось немного, но достаточно, чтобы автомобили не забывали. Так как именно данная модель повлияла не только на наш отечественный автопром, но и на мировой. У машины габариты огромные. И поражает радиус разворота. Он минимален. Но если ты не вписался, можно, конечно, воспользоваться задней скоростью. Но чтобы ее включить, нужно дернуть рычажок блокировки этой самой скорости. Машина стала эталоном, совокупностью конструкторских решений и дизайнерских находок. Которые так грамотно сочетаются, что ты видишь машину целиком, а не обращаешь внимания на детали. Паккорд. Судьба фирмы характерна для американского автопрома. В битве за клиента побеждают не конструкторы, а маркетологи. Но творения конструкторов помнят. А маркетологи умирают в забвении.